Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Выразительная и изящная форма папоротника – настоящая находка для декораторов помещений. И нам сложно обойти своим вниманием роскошный осплением скалопендровой. Блестящая восковая красота светло-салатового оттенка фонтана Вай украсит собой любое светлое место в помещении. А свое знакомство с красавцем мы начнем с того, что скалопендрик – рекордсмен по наращиванию новых Вай. И одновременно с этим процессом происходит рост добротного размера корневой системы. Мой экземпляр, несмотря на свою молодость, вот-вот разорвет транспортировочный горшок. Его корневая далеко не поверхностная, что заметно отличает листовик от других папоротников и уходит глубоко в почву. Корневая система хорошо прощупывается, и раздувая бока горшка, заполнила собой все свободное пространство. За окном декабрьские морозы, а мы с удовольствием пускаем один за другим новые лепестки зеленого фонтана роскошных Вай. В первые годы жизни, если вы не планируете переваливать растения каждый год, выбирайте свободный горшок средней величины. Листовику необходимо пространство для развития здоровой корневой. Но и пересаживать в огромное ведро молодое растение все же не стоит. Привыкнув к дому, листовик хорошо переносит перевалку. Именно перевалку с добротной и с досыпкой субстрата. Вот почему в первые годы жизни растения я предпочитаю транспортировочные контейнера для роз из мягкого пластика. Ах, как же хорошо знакомо всем любителям выращивания экзота в комнатных условиях то чувство, когда приходится балансировать между сохранением высоких температур квартиры в зимний период, здравым смыслом и безграничной любовью к растениям. Как мы уже знаем, одно из самых основополагающих свойств папоротника это его способность выживать в экстремальных условиях во время долгих месяцев отопительного сезона. Но невероятное жизнелюбие папоротников и сохранение великолепного, живописного внешнего вида не всегда одно и то же. Приобретая листовик, нам предстоит большая работа по созданию благоприятных условий для роста и развития нашего зеленого фонтана удачи. Существует порядка 700 видов этого рода и даже большие мастера искусства растений и водства зачастую не могут прийти к единому мнению в отношении определения вида. Не все растения классифицированные имеют название, что оставляет большое пространство для выведения новых видов кульсибаров. А значит, нам предстоит наблюдать за привычками и предпочтениями любимца, прежде чем мы сможем подобрать идеальное местоположение и идеально подходящий субстрат, неизменным для листовика скалопендрового и всех асплениумов. Остается любых к свету, без попадания прямых солнечных лучей. Асплениум требовательен к пространству. Ему требуется хороший объем, простор для роста, выразительных подсвет и факторевай. Этот папоротник не любит цесноты. Ему нужен приток влажного свежего воздуха. И, конечно, сквозняки асплениум противопоказаны. Листовик скалопендровый будет признателен, если рядом с ним расположить фонтанчик или увлажнитель воздуха. И если вы решились обзавестись экзотическим красавцем, в вашем арсенале средств для ухода обязательно должна появиться доломитовая мука. Ее хорошо внести в субстрат перед началом перевалки, а также в весенний период активной вегетации. Период зимнего отдыха листовика крайне мал. Ему не требуется просушка почвы. Вот почему субстрат должен оставаться слегка влажным, благодаря искусственному увлажнению воздуха. Берегите корневое от залива, используя длиннажный керамзин. Роскошные ваи асплениума чрезвычайно капризны. Шикарный природный глянцевый налет предохраняет ваи от пересыхания, повреждений и заболеваний. Все, что мы можем себе позволить, это смахнуть с них пыль очень мякой микрофибровой салфеткой. Никогда не мойте ваи водой. Это нанесет непоправимое природному воску. В зимний период листовик утратит некоторое количество ваи. Это естественный процесс жизнедеятельности растения. Вот такие нехитрые хитрости. И в вашем доме долгие годы будет процветать экзотический красавец. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Террахайлин. И ставьте лайк.